День за днём Важная дата в истории страны. Конституция выступает стратегическим ориентиром. Об этом заявил глава региона. Он также отметил, что инициатива о внесении поправок в документы три года назад сыграла важную роль. И опираясь на положение закона, страна с честью отвечает на исторические вызовы. Идёт по пути укрепления независимости, экономической мощи и социального благополучия. День за днём Вместе с бойцом записка пролежала у Старой Берёзы 81 год. В ней значилось Лопатин Виктор Никитич, 1911 года рождения. Рядовой призван из Тобольска. Останки земляка обнаружили поисковики. Похоронку отправили, часть записки из смертного медальона солдатского, а часть вот осталась при нём. Слава Богу, и она сохранилась в целости. Поисковики важенского поискового отряда как раз нашли и подняли останки. Было известно, Виктору Лопатину выписали бронь, но он ушёл на фронт добровольцем. Погиб, идя на штурм финской обороны в Ленинградской области. Похоронен в братской могиле. Жена Нина Иосифовна переехала из Тобольска к месту покоения любимого. В музее Тобольской косторезной фабрики немало экспонатов, хранящих память о нём. Он пришёл работать в косторезную артель в 1933 году. Проявил себя как талантливый мастер, создал много новых работ, стал настоящим руководителем артели, участвовал в различных выставках. Он участвовал в двух международных выставках, это в Нью-Йорке и в Париже в 1937 году и в 1939 годах. И завоевал там серебряные медали. На международных выставках он завоевал серебряные медали. Его работы сохранились во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства и в Тобольском музее-заповеднике. До сих пор местные мастера равняются на него. Виктор Лопатин, допустим, вторую серебряную медаль, которую получил он в Нью-Йорке, получил за многофигурную композицию макетного типа, изучение конституции в тундре. И вот мы сейчас как раз тоже делаем скульптуры макетного типа. Виктор Никитич до войны был довольно известным в Союзе мастером художественной резьбы. Сохранилась фотография, где он во главе стола вместе с другими умельцами страны в Научно-исследовательском институте художественных промыслов выполняет важный заказ. Заказ пришел из Москвы и он специально ездил под охраной НКВД. Он изготавливал подарок Сталину. Внук Виктора Никитича Игорь Алексеев встречался с поисковиками. Он же изготовил памятную табличку на дом, где жил мастер. Здесь, на улице Кирова, перед Великой Отечественной войной, в этом доме жил Виктор Никитич Лопатин. Отсюда Косторец уходил на фронт. Сюда, в 42-м, пришла на него похоронка. Правнуки приезжали в село Винницы поклониться могиле деда. Они же вместе с членами общественной организации «Добрая воля» планируют и в дальнейшем сохранять его память. Несмотря на то, что дом еще нельзя восстановить, но желание и наша, и правнучки Марии, им хотелось бы, чтобы все-таки кроме доски на этом доме, все-таки был информационный стенд, который говорил о том, кто он. Еще один защитник Отечества не будет забыт. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Рост количества школ и учеников обуславливает потребность в постоянном притоке педагогических кадров. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Мор. В этом году впервые приступили к работе 420 молодых учителей. В регионе проводится системная работа по решению кадровых вопросов. В текущем году было организовано переобучение на востребованные специальности 93 педагогов, активно привлекаясь к занятиям педагогической деятельности студенты старших курсов. Почти на четверть мы увеличили целевой прием вузы. 1300 наших школьников старших классов обучаются в профильных психолого-педагогических классах для того, чтобы выбрать для себя будущую профессию педагога и поступить в Тюмгу. Ярче звезд. Табалячка Анастасия Морозова приняла участие в пародийном телепроекте федерального канала. Девушка перевоплотилась в певицу Зиверт. Настя стала самой юной участницей за всю историю телепроекта. Подробности расскажет Наталья Китова. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Насте Морозовой, 15. Девушка поет с раннего детства. Не представляет себя без сцены. Еще один талант Насти – пародия. Гибкий голос и пластичное тело позволяют ей перевоплощаться в известных артистов. Этой осенью девушку заметили и пригласили к участию в телепроект на популярном федеральном канале. Моя первая эмоция была, безусловно, радость. Я в этот момент должна была выступать на другом концерте. Я как бы ждала своего выхода и тут мне позвонили. Я тут же сразу же позвонила маме, отошла, немножечко от всех начала прыгать, радоваться, рассказывать ей все. Настя стала самой юной участницей. Девушке предстояло перевоплотиться в певицу Зиверт. Я смотрела очень много живые выступления Зиверт, как она поется. То есть я слушала какую-то отдельную фразу, я кучу раз повторяла, записывала на диктофон, слушала себя, похоже, не похоже. И старалась свой голос под нее немножко подкорректировать. Вместе с педагогом по вокалу Эльмирой Дейнека подобрали образ, отточили движение и отправились покорять Москву. Мне было очень долгое время интересно, как вообще проходят съемки. Я смотрела по телевизору различные программы и хотелось, конечно же, тоже там побывать, узнать, как это все проходит, сам процесс организационный, как вообще хочется это почувствовать, когда ты стоишь на большой сцене, тебя снимает много камер. В Тобольске, безусловно, огромное количество талантливых детей. Это не первый наш опыт. Мы периодически попадаем на разные передачи. Это тоже, наверное, достижение в просто активной нашей жизни. Мы сидели на площадке и не было ощущения, что мы с этим как будто бы не справимся. Или что это что-то невероятное и вау, какой эффект от видео, от света. Это потрясающе. Это то, к чему мы идем, наверное. Настя с нетерпением ждала выхода программы в эфир. Было очень интересно узнать, как это все склеится, как это будет выглядеть через экран. Мы смотрели практически всей семьей. К нам даже пришла бабушка, и мы все вместе смотрели эфир. После перевоплощения не так просто было вернуться в обычную жизнь. К Насте Морозовой я возвращалась довольно постепенно, то есть не сразу. Я прям вжилась в этот образ. Я пришла вот сюда на репетицию, на ансамбль. Тут у нас тоже мы поем песни Зиверт, хореография. И какие-то манеры ее тоже во мне присутствовало какое-то время. Но сейчас уже все равно я возвращаюсь больше к себе. В будущем девушка планирует превратить вокал в свою профессию. Сейчас Настя вместе с педагогом готовит базу для поступления в музыкальное училище на отделение эстрадного вокала. Сейчас мы готовим много джазового материала для вступительных экзаменов. Мы знакомимся с джазовым стандартом, мы знакомимся с зарубежными исполнителями. И пускай все то, что не возьмет Настя, у нее получается с легкостью, но я бы очень хотела, чтобы во всех произведениях звучала Настя Морозова. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Завершился прием заявок на конкурс по изготовлению кошачьих комплексов «Дом для друга». В нем принимают участие более 10 команд. В основном представители школ и детских садов города. Все работы будут переданы волонтерам, которые выхаживают на домашних передержках брошенных животных. Дети создавали своими руками когтеточки, лежанки, игрушки вместе с родителями, воспитателями и педагогами. Многие малыши сами проявили инициативу. Мама давай делать домик для бездомного котенка. Он ждет мой домик. Туда нужно вложить теплоту моей души, чтобы ему было хорошо и тепло. Поэтому мы решили сделать домик для бездомного котенка. Ребята из разных групп приносили уникальные работы, потому что глаза разбегались, какую же из них представить. Хотелось бы все показать. Максимально наших работ мы смогли представить. Это домики и когтеточки, и помпоны, и поимники специально для кошечек. Думаю, все они пригодятся нашим друзьям меньше. Прослужат долгое время. И мы сможем увидеть, как они этим пользуются. Совсем скоро состоится онлайн-голосование, которое определит победителей конкурса. В преддверии Нового года пройдет праздничное награждение. Чемпионат России среди мужских команд высшей лиги состоялся в Тобольске. Нефтехимики приняли у себя команды из Москвы и Грозного. Борьба была жаркая. Результаты расскажут наши корреспонденты. В заключительных домашних матчах уходящего года Тобольский нефтехимик принял на своей площадке команду из Московской области, ЦСП «Химки», «Динамо» из Грозного и «Металург» из Магнитогорска. Сыграли четыре игры. Две игры с Магнитогорском командой, две игры с Грозным. Результат не очень утешительный. Проиграли четыре игры. Тут важный момент, что все игры были в борьбе. И на последних секундах только все решалось в трех играх. То есть прям на тонику, к сожалению, удача была не на нашей стороне. Все могло бы обернуться по-другому. Четыре поражения домашних – это очень больно. После серии поражений нефтехимики заняли четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. Последний соперник домашней серии игр – московские «Химки». Мы уже сыграли полсезона. Уже друг друга хорошо знаем, друг друга поняли. Так что я считаю, что мы достаточно сыграны уже на данном моменте. Соперников знаем. Команда занимает лидерские позиции. Думаю, будет интересная игра. Надеемся победить. Команда основана только в этом году. Набрали игроков. 2000 год рождения и младше. То есть достаточно молодая команда. Такая же, как у Тобольска. Это две очень интересные игры. То есть соперники. Мы хоть идем и выше, но, как показывает практика, нельзя в этой лиге недооценивать соперников. Мы готовились, все разбирали и готовы играть. Первая игра была жаркой и завершилась яркой победой нашей команды. В последние секунды Кирилл Аношин вырвал победу у соперников. Вторая игра принесла победу команде Химки. Домашние игры в серии закончились со счетом 1-1. Сейчас команда начинает подготовку к выездной предновогодней серии, которая пройдет в Магнитогорске 22-23 декабря. Наталья Китова, Михаил Куричко. Тобольское время. Тобольский облачный с прояснениями. Утро минус 24, днем минус 19-20, ночью минус 20 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.